Мы говорили о том, что существует система, очень простая система, состоящая из трех шагов, когда мы проводим выступление. Есть наши один, два, три. Это вступление, это основная часть и завершение выступления. Вы начали свое выступление, вы сказали основную часть и затем вы завершили свое выступление. Все очень просто. То есть в любом выступлении есть вот эти вот три части. И один очень умный способ того, как вы можете это делать состоит в том, что вы говорите людям то, что вы им собираетесь сказать. Вы говорите им то, что вы собираетесь сказать, что сегодня мы покажем вам три метода, как быть великим оратором. Затем вы говорите метод номер один такой-то, метод номер два, такой-то, метод номер три такой-то. И затем в конце вы говорите то, что мы вам только что рассказали. Это три эффективных способа составить выступление. Спасибо за то, что выслушали нас. Это настолько просто. То есть вот здесь мы говорим, что мы собираемся сказать. Затем мы говорим, что опять же. Вот это что мы говорим вот здесь. И затем мы говорим им, что мы им рассказали. Ну то есть это основная формула любого выступления. И сейчас мы покажем вам еще одну систему. Это то, что называется преп. Это аббревиатура. Это четыре пункта. Первый пункт, буква П. Это моя точка зрения, точка зрения. Точка зрения. Вторая буква, это причина, почему у меня такая точка зрения. Этого, кстати, нет в ваших материалах. Это бонус. Чингиз хотел бонус сегодня. Поэтому мы должны поблагодарить Чингиза за это. Это причина, почему у меня такая точка зрения. Она заключается в том-то, том-то, том-то. Примеры, подкрепляющие мою точку зрения. Примеры. И опять же, точка зрения снова. Почему моя точка зрения была такой. Сейчас мы приведем пример. Вот это вот модель преп. Она очень мощно работает, если вы хотите людей убедить в чем-то. Если вы хотите, чтобы люди что-то понимали. Если люди не всегда видят что-то, то, как вы это видите. Например, моя точка зрения состоит в том, что каждый человек может стать великим оратором. Причина, почему я в это верю и причина, почему я знаю это точно, состоит в том, что мы проводили огромное количество тренингов, семинаров, и мы видели, как люди менялись прямо на наших глазах. Примером этого был такой случай, когда три года назад, когда мы проводили семинар по публичным выступлениям, один человек говорит, что нет, я не могу это делать, я не могу, я не могу, я не могу, не могу. И человека трясло, она плакала, она говорит, не могу, не могу, не могу. И затем потихонечку мы ее не бросали в холодную воду, потому что иначе наверняка бы она утонула. Мы шаг за шагом человека подталкивали к тому, чтобы она делала что-то маленькое, потом еще что-то маленькое, еще что-то маленькое, и вдруг ее уверенность начала расти. И по прошествии трех дней она почувствовала, что она способна на это, потому что она действительно была способна на это. Поэтому моя точка зрения состоит в том, что каждый человек способен научиться и стать великим оратором. Все, что на это требуется, это много тренировок. Ясно-классно? Хорошо, если провести еще один пример на эту тему. Моя точка зрения состоит в том, что большинство людей не знают, как хорошо продавать. И причина, почему у меня существует такая точка зрения состоит в том, что когда я сам являюсь клиентом, и я прихожу в разные компании, чтобы сделать там покупку, я встречаюсь с продавцами, которые очень некомпетентны, которые очень немотивированы, которые очень часто грубо себя ведут, у них плохие манеры, когда я сам являюсь клиентом. Примером этого является то, что два дня назад здесь, в Санкт-Петербурге, мы зашли в магазин, там было три продавца, девушки, они стояли по углам и общались друг с другом. Мы походили, посмотрели, нам нужна была определенная помощь, мы им вот так вот рукой, вы можете нам помочь? Они посмотрели на нас, и вот если бы глаза могли убить, то мы были бы мертвы уже, и они не подошли к нам. В конечном итоге мы посмотрели на них, улыбнулись и сказали, до свидания, мы не будем ничего у вас покупать. Поэтому моя точка зрения состоит в том, что большинство продавцов очень некомпетентны в продажах. Понимаете, да, вот эту вот систему? Вы можете использовать вот этот вот преп даже дома. Вы можете говорить не только вот моя точка зрения, вы можете сказать, вот я верю в то, что, или то, как я на это смотрю, это так-то, так-то. И причина, почему я так считаю, это потому, что то-то и то-то. Позвольте, я пример дал на эту тему. Вот поэтому я действительно верю в то, что это именно так. Понимаете это? Хорошо. Вот это определенные формулы. И когда ты узнаешь вот такие вот формулы, и когда ты начинаешь запоминать вот эти вот формулы, то вдруг все начинает становиться проще. Если формулы отсутствуют, или если нет определенных шагов, то все время необходимо как-то интуитивно двигаться, или необходимо как-то импровизировать. Но тогда мы не всегда добиваемся хороших результатов. Ясно, классно? Хорошо. Что вам сейчас нужно будет сделать? Сейчас необходимо будет выступать. И вы можете выбирать, захотите ли вы идти по преп-формуле, или же вы будете пользоваться методом 1, 2, 3. Что я собираюсь вам сказать? Вы говорите, например, сейчас я вам расскажу о трех вещах, потом вы о самих этих трех вещах рассказываете, и затем вы говорите, три вещи, которые я вам только что рассказал, это то-то-то-то-то. И выступление, которое вам нужно будет сделать, очень простое. Самая большая страсть в вашей жизни, страсть в вашей жизни, что на самом деле вы любите, вот что-то такое, вот что, такое воодушевление у вас вызывает, вот что-то такое, что такие эмоции у вас вызывают. Это может быть все, что угодно. Это могут быть ваши дети. Это развитие вашей страны для того, чтобы страна поднялась на новый уровень. Или создать империю Игоря. Урал. Уральская империя, не сибирская, Уральская империя. Но чтобы это ни была, вот та страсть, которая есть. Или жить в Майами, чтобы был пентхаус, чтобы с видом на пляж, все это было в гараже. Уральская империя, стоит Бентли, и небольшой красный Феррари, и жизнь прекрасна. Что бы это ни было, то, что является вашей страстью, хорошо? И выступление вам нужно будет перед своими столами делать. То есть вы определяетесь, кто будет первым. Выходите. Но пытаетесь идти по какой-то из формул. Если вы выбираете вот эту формулу, то вы можете сказать, я бы хотел вам рассказать о страсти в своей жизни. Моя страсть это... Я обожаю кататься на сноуборде. Сноуборд это то-то, 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 то-то. Ух, что я вам только что рассказал о страсти в моей жизни. Спасибо за то, что слушали меня. Всем пока. А остальные аплодируют. И вы говорите, вау! Вы там стучите по столу, вы свистеть начинаете. Нужно, чтобы были соответствующие аплодисменты. Соответствующие аплодисменты. Или вы можете идти по преп-формуле. Моя точка зрения состоит в том, что сноуборд это вообще феноменальное изобретение человечества. И причина, почему я верю в то, что сноуборд это феноменально, потому что, когда я стою на горе, и когда я скатываюсь на своем сноуборде вниз, я не просто тело. Я чувствую, что я духовное существо. Я чувствую, как у меня крылья начинают вырастать. Я чувствую, что я могу так вот руки расправить, и я могу взлететь в этот момент. И примером этого была прошлая зима. Когда я там где-то на большой горе, я там наверху, и я смотрю сверху на свое тело, которое несется вниз. Это не просто катание на сноуборде. Это вообще духовный опыт, который мы приобретаем. И вот это та причина, почему я верю в то, что сноуборд это одно из самых феноменальных изобретений человечества, которое мы только можем в этой жизни делать. Ясно, классно? Тут нужно говорить. И вот здесь вот такой вот интересный момент состоит в том, что чтобы быть великим оратором, который на самом деле способен вдохновлять других людей, способен оказывать влияние на разумы других людей, и в идеале мы также должны быть очень хорошими слушателями. Можете себе представить то, что если вы на самом деле заинтересованы в идеях других людей, вы на самом деле хотите знать, как люди смотрят на что-то. Потому что вы настолько заинтересованы другими людьми, другие люди начинают интересоваться больше вами. Понимаете, да, как это происходит? Например, когда я прихожу на семинар, а я очень люблю посещать семинары, я очень люблю слушать ораторов. Я всегда сижу на первом ряду. И я хочу как можно больше подчеркнуть от него. И я делаю все возможное для того, чтобы поддерживать оратора. Даже если он немножечко скучно рассказывает, я все равно сижу, киваю головой там что-то говорю, потому что я тоже хочу, что когда я выступаю, аудитория будет меня поддерживать. Потому что здесь мы следуем такому старому принципу в жизни. То, как мы относимся к другим людям, другие люди будут также относиться к нам. Если я хочу, чтобы у меня были классные аудитории, которые говорили вау на то, что я им рассказываю, то каким образом я должен вести себя, будучи аудиторией? Я должен быть таким, какой я хотел бы, чтобы моя аудитория была по отношению ко мне. Понимаете это? Хорошо. Это были страсти в вашей жизни. Сейчас нам нужно перейти к следующему упражнению. Мы еще на шаг выше поднимемся с вами. Вот та тема, которую мы сейчас будем с вами рассматривать. Очень хорошо. Сейчас нам нужно будет рассказать о большом страхе, который есть у вас в жизни. Вот о чем-то, что вас пугает. Вот что-то, что на самом деле вы бы хотели преодолеть, чтобы это не было у вас. Говорить такие вещи другим людям, вот на таком форуме, как у нас здесь сегодня, это может быть немножечко за пределами нашей зоны комфорта. Это сам по себе может быть страх рассказать об этом. Но если вы сможете собрать всю свою внутреннюю силу, встать перед этими людьми и рассказать о том большом страхе, который есть в вашей жизни, это то-то, 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 то-то. И если вы попытаетесь вот эти вот три шага проследовать, что вот я сейчас вам расскажу о страхе в моей жизни, он состоит в том-то, том-то, том-то. Сейчас я вам рассказал о большом страхе, который есть у меня в жизни. Если вы попробуете это сделать вот так вот пошагово, 123, то вообще будет замечательно. Ясно-классно? Готовы? Молодцы!